Для кого-то новогодние рождественские праздники ассоциируются с елкой и мандаринами, а для семьи Аврамук это еще и возможность в очередной раз сделать яркие и ароматные медово-имбирные пряники, которые станут отличным и вкусным десертом, а также необычным и приятным подарком. Маленькая Надюша, которая вдохновила маму на новые занятия, всегда сама активно участвует в их приготовлении, а папа ведет видеосъемку. До декрета я вообще не относила себя к творческим людям и даже в принципе не могла представить, что когда-то я начну этим заниматься. А когда у меня появилась доченька Надюша, ей уже было где-то полгодик, 8 месяцев, наверное, это как раз было перед Новым годом, я смотрела Инстаграм, сколько много всяких разных новогодних пряников, они просто вот завораживали, мне казалось, как это, очень хотелось узнать, погрузиться в эту атмосферу праздничную, новогоднюю. Я поняла, что как бы это мое, у меня душа к этому лежит. Мы поехали в кондитерский магазин, закупили такое там для самого начала, самое необходимое, и я попробовала сделать свои первые пряники. После выпечки начинается самое интересное. Чтобы вкусный пряник стал ярким, красивым и новогодним, необходимо его покрыть сладко-разноцветной глазурью, а затем украсить различными посыпками. Простор для фантазии не ограничен. Яркие зеленые елочки с украшением, Дед Мороз, символ Нового года бычок и даже пряник поздравления нашему телеканалу. В любой вариации, в любом исполнении можно сделать пряник. И это, конечно же, можно сделать вообще индивидуальный подарок, каждому под вкус, под интересы. Ну, на самом деле, это очень здорово. Вот то, что, в принципе, меня вдохновляет, это отзывы людей, и, конечно же, то, что я могу подарить кому-то индивидуальный подарок, тот, который будет на 100% попаданием. Для меня имбирные пряники – это вот запах Нового года. Это просто, ну, создание праздничной атмосферы. Ибли кушать пряники. Создать новогоднюю атмосферу, безусловно, помогут и различные новогодние аксессуары, предметы декора, еловые венки и композиции, фигурки рождественских персонажей. А как украсить главную героиню новогодних праздников – зеленую красавицу-елку? Об этом лучше всего знают эксперты. Если на вашей елочке не окажется ни одного серебряного шарика, бык очень расстроится. Поэтому, чтобы привлечь в дом и дачу, следует хотя бы один-два шарика повесить. Также молочные, нежно-розовые, нежно, немного романтики не помешает. Если вы предпочитаете минимализм, можно и вовсе отказаться от украшений и просто вплести гирлянду серебристого цвета. Готовиться к празднику можно по-разному. Самое главное – встретить Новый год в теплой и доброжелательной атмосфере. Ведь не даром говорят – как встретишь Новый год, так его и проведешь.